Герой программы «7 вопросов» Алла Гуи Егоров, известный музыкант, рэпер, саунд-продюсер. Три года назад уехал из Улан-Удэ покорять новые вершины. Я ничего не бросал, я здесь максимально натянутый, в любом месте, в любой сфере я здесь максимально натянутый. То есть, в смысле, все связи, все теплые, я ни с кем не прерывал никаких отношений, все отлично, все классно. Единственный момент по поводу бизнеса, бизнес у меня ребята как вели, так и ведут, то есть я отошел от темы, вытащил, забрал свою долю. Я никогда не любил сцену как явление, это не моя стезя, это не мой конек, это что-то, чем приходилось заниматься, в принципе. Потому что, чтобы, как сейчас я говорю, чтобы сделать имя, ты не можешь быть аранжировщиком и сделать имя. Потому что народ не знает, ну, очень редко и очень мало людей, которые знают аранжировщиков. Вот ты знаешь Джастин Кимберлейка, но не знаешь, кто ему написал конкретно эту песню, да? Или ты знаешь, там, Джастин Бибер, а кто написал? Ну, сейчас уже кто-то выходит, вылазит там Дипла и прочее, да, Скрилекс. Но обычно аранжировщиков не знают. Поэтому, если ты сам артист, сам делаешь классную музыку, а потом еще узнают, что ты ее делаешь сам, к тебе начинают больше народу притягиваться. И это просто вот необходимость выступать на сцене для того, чтобы сделать именно первый шаг, чтобы тебя узнали. И когда тебя узнают, к тебе притягиваются уже артисты. Ты уже можешь уходить в тенек, а артисты будут к тебе притягиваться. И зачем ты планировал стать аранжировщиком? Да, это... Я, да, я никогда не планировал быть суперзвездой, там, певцом и так далее, петь на сцене. Меня, честно, меня это, как называется, пугает вообще эта сцена. Я перед каждым выступлением, я всегда нервничаю. Ну, сейчас, конечно, уже меньше, уже возраст, наверное, и так далее. Но я все равно нервничаю перед каждым выступлением. Не знаю, вдруг я там слова забуду и прочее. Я почему в очках постоянно? Потому что в очках не видно, ты закрыл глаза и в голове так текст этот вспоминаешь. Главное не ошибиться, главное не ошибиться. Ты еще слушаешь, как ты подаешь это все дело. А такого, чтобы я мечтал про сцену, вообще никогда не было. Да, да, я в основном сейчас занимаюсь именно музыкальным продакшеном, саунд продакшен. Как это происходит? Я вообще, у меня сейчас в доме, в квартире, у меня там трехкомнатная квартира арендую. Одна комната большая, это студия звукозаписи. И интернет подключен, все-все-все. И с разными, ну, приходят ко мне, приходят ученики, я преподаю, преподаю аранжировку, преподаю сведения. Это раз. Во-вторых, я свои проекты продвигаю, придумываю. Потому что, как говорилось в институте, да, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И как у нас, сначала ты работаешь на имя, и оно работает на тебя. Это все работает везде. И в Китае, даже в Китае это работает больше, чем у нас. Потому что, если у тебя имя очень дорогое, то ты можешь... Вот почему именно даже выбор пал на Китай, нежели на Москву, тем, что там потолков нет. То есть ты можешь говорить любую цену, какую ты только придумаешь. Ты хочешь сказать, там, миллион, ты говори, миллион, ты хочешь сказать, пять миллионов. Людей, найдутся такие люди, которые купят за пять миллионов. У нас даже в Москве так, ну, никто не купит, скажет, ты, а кого ты, что, с Украины приехал парень, он сделает там мне за 50 тысяч и все сделает офигенно. А почему именно Китай? Наверное, потому что, как сказать-то, вот даже недавно я вот сейчас проездом был в Москве, и мне давным-давно дядька мой говорил, что кто нас там азиатов ждет? Ну, это как бы не хотелось верить, что казахи там делают целые-целые дела, там, да, ведущие, стендаперы, музыканты и так далее. Но основная масса азиат, разных узбеков и прочих, они вот именно работают в сфере обслуги, а где им больше работать? И они, мне, на мой взгляд, я, конечно, может быть, сильно придираюсь, но они как бы портят маленький имидж азиат в глазах другой общественности. Но на самом деле это пофиг, ты сам по себе должен быть с одной стороны, но я как-то так маленько стремаюсь этого. Из-за этого я подумал, что мне будет комфортнее находиться в той среде, где на меня не будет вот так смотреть, и из-за моего внешнего вида каких-то лишних предвзятостей, чтобы не было. Поэтому я подумал, что это Китай. Я был в Китае первый раз в 2007 году, и мне понравилось, в принципе, на тот момент. Ну, конечно, это была совсем другая страна, еще беднее была она тогда. Там ездили рикши на вот этих велосипедах, таксовали, подвозили. И когда я приехал в 2016 году на «Голубой огонек» внутренний монгольский, меня позвали, я поразился, насколько все это преобразилось, потому что уже в 2016 году это были огромные телевидения, во-первых. У них там здания просто такие космические для внутренней Монголии. Это то же самое, по сути, что у Ланде в России, да? В Хухато. Это Хухато в Китае, как у Ланде в России. И там, допустим, полный зал, абсолютный, как у нас, я не знаю, опера и балета, театр. Это просто в телевидении для записи «Голубого огонька». И рядом вот, через коридор, точно такой же зал. То есть, может быть, в два раза поменьше, в полтора раза поменьше. Но их там в одном помещении сразу несколько залов. И я такой просто поразился масштабом того, что там происходит. Плюсом, на тот момент курс был 12 рублей к одному юаню. Мне заплатили тогда 5 или 6 тысяч юаней. И чистыми я получил за то, что спел одну песню 72 тысячи рублей. Я такой подумал, нифига себе. Это тут я в Ланде копыточку не телюсь целый месяц. Что-то там делаю там, да? Ну, и какая-то часть этих, это 72 тысячи рублей. А тут я просто приехал, мне оплатили дорогу, визу, проживание, питание. Накатили денег. Я спел, и даже не спел, я открыл по шланограмму два раза одну песню. И такое уехало, вообще классно. Но я подумал, ну, значит, здесь уже более-менее все стало хорошо. После этого я весну, ой, летом уже приезжал в Хулумбуир к шинехэнским бурятам. И там тоже выступил. И у меня уже все, уже закрепилась эта мысль, что надо точно ехать в Китай. Не валить ехать. Я к Китаю все равно отношусь как к офису, как к месту работы. Я сейчас на работе. Я делаю свою там карьеру какую-то. Я зарабатываю деньги. Я к этому так отношусь. Плюс я самообразовываюсь, учу монгольский, учу китайский. Конечно, есть и до сих пор он есть, но он уже такой минимальный. Потому что, как сказать-то, я сам принимаю все усилия, предпринимаю для того, чтобы не было никаких барьеров. В первую очередь, языковой барьер – это что, в первую очередь, это барьер ментальный. Потому что у китайцев, у внутренних монголов, у них менталитет и логика абсолютно другая. Мы должны их понимать, что они имеют за своими словами. То есть, это глубже, это надо учитывать. А то, что языковые, какие-то простые слова, там вопросов нет. Я чувствую, что я, допустим, тех же монголов внутренних уже ментально их поймал. И то есть, могу уже разговаривать с ними, там, маленько поглубже, чем просто, там, привет, пока. Самый главный минус, я всем это говорю, и китайцам самим, и везде, потому что я не умею так китайцам говорить, у вас классно, а у нас нравится. Нет, мне не нравится еда китайская, потому что, вы сами представьте, народу полтора миллиарда человек, у них, как их прокормить, какого качества должна быть еда, чтобы все были довольны и так далее. То есть, ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, есть, конечно, и хорошая еда, но очень-очень дорого. Допустим, простой пример, килограмм мяса в обычном магазине будет стоить, там, ну, 1200 рублей. Мне нравится то, что, в первую очередь, не скажу, что, допустим, люди, допустим, активные, как у нас. У нас здесь даже в Уан-Удэ больше движения в плане, там, медиасферы и так далее, чем в Китае. Ну, у них там коммунизм, и все вот под таким колпаком находятся. Лишние движения, лишний пук, и ты, короче, уже нигде. Поэтому они так очень осторожно двигаются, из-за этого не так много движений, как у нас. У нас здесь все равно свобода, ребята. Так что вы это ощущаете на самом деле. Ровно год назад работали с Blackstar, с Ханной, Артур, Люксор, Фит Ханна, нарушаем правила. В прошлом году у нас. В этом году, говорю, у меня основная была работа над своим проектом. Первые полгода я работал над своим проектом. Таких из таких супер больших артистов, их никаких нету в этом году. Это были из Москвы Гринч. Молодой такой, ну, уже перспективный артист. Можете посмотреть. А в основном в прошлом году, говорю, вот и на кино. Каникулы президента про Путина была комедия. Нашу песню взяли. Нам пришлось вот эту веселую пианную песню переаранжировать, сделать ее по новой. Они сами нашли эту песню. Продакшн этого кино. Сами нашли, сами вышли на ребят. Тем, с кем Артурик сейчас работает по лейблу на лейбл. Вышли. Соответственно, кто будет писать аранжировку, вопроса не встало. И вот так поработали. После этого на них также вышли из Blackstar, Пашу. И также сколлаборировались. Ну, пока что из таких известных вот такие вот работы. Но я при желании создавать новых, а не присасываться к популярности известных. С Артуриком мы отлично общаемся. Я вот сейчас в Москву. Я же в Уланды ехал крюком через Москву. Почему я в Москву зарулил? Ну, можно было через Хабаровск, можно через Иркутск. Я решил через Москву, потому что я хочу с Артуриком встретиться. Он приезжал ко мне в прошлом году в Хухато. Мы записывали, 4 или 5 песен записали у меня. Выпустили их. И давно я его не видел. И решил, думаю, по дороге заеду туда. Нету никаких непоняток. И не было, в принципе, никогда. Это единственный человек, которым за... Ну, я его знаю вообще с 5 лет своих. Это уже 25 лет. Мы с ним группу начали делать в 2006 году. Это уже сколько? 15 лет, грубо говоря, да? 14 лет. Мы с ним за все это время ни разу никогда не поссорились. Да больше улыбайтесь, ребята. Это самый главный момент. Потому что когда иностранцы приезжают... У нас вот все вот такие вот... Ты приезжаешь в Уланде, все вот такие вот ходят там, что-то... А вот молодежь современная все равно, она проще. Она более open-minded. Она все равно видит, читает. Пока что, конечно, у многих нет возможности куда-то выдвигаться там наружу, да? Но все равно они же смотрят YouTube, смотрят там английские ролики и так далее. Там иностранные разные, и они более open-minded, чем поколение, допустим, наше и старшее. То есть там народ вот такой вот весь ходит. Ну, как туристов или кого-то еще привлечь, допустим, в нашу республику, да? Если ты приезжаешь, такой, вау, ты платишь деньги, там, сотни тысяч рублей отдаешь. Потому что я хочу поехать на Байкал. Произвестно Байкал, тут вот тебе деревянный туалет. Хоть вот так, ну, это, как бы, не привлечение туристов, если честно. Ну, и помимо всего прочего, то есть вот я вчера разговаривал с человеком, вопрос стоит, почему наши там по туризму, допустим, да, не заморачивается, да, по местному туризму нашему не заморачивается. О том, чего хочет турист иностранный. У нас все понимают, что на сегодняшний день основной поток туристов – это китайцы. А вопрос, почему? Китайцы исторически считают Байкал своей территорией. Я, конечно, им говорю, ребята, у вас исторически стране 70 лет. Какой Байкал вы, о чем? То есть у вас Китай – джунгла, им 70 лет, говорю. До этого там у вас были много разных империй, говорю. Так что к джунглу Байкал отношения вообще не имеет, если что. Но они как бы все равно считают, потому что нашей культуре, говорят, более 2000 лет. Ну, вопросов нет, считайте. Но мы должны тогда дать им поверить в сказку и сказать, вот, ребята, у них есть песня, да, «Бэйзиархупхан» – это «Берег Байкала, песня о любви». И каждый китаец, приезжая на Байкал, считает своим верным долгом включить в наушниках эту песню и пройтись по берегу Байкала. Так почему не создать им все эти условия, не создать какую-то легенду об этом парне, об этой девушке, из этой песни? И каждый китаец, сто процентов, вот как мы знаем какую-нибудь там песню про коня, да, любые, китайцы точно так же знают эту песню «Берег Байкала». А у нас вообще всем пофигу. Они организовывают гостишку, организовывают вот тебе Байкал, выход там, целым автобусом там народ вывозят, и все. И они вот как эти, как роботы двигаются там. Нету более такого персонализированного. И плюс не персонализированного, а клиента ориентированного подхода на китайца. Такого усредненного китайца. Поэтому надо работать, надо понимать логику почему, для чего, и как сделать так, чтобы еще больше народу приезжало, еще больше денег оставляло. У китайцев есть деньги. Ребята, давайте, будьте более открытыми, будьте более open-minded, потому что миру на самом деле маленький. Хотя он вроде бы кажется большим, он очень маленький. А мы живем в совсем еще более меньшем, скажем, мире, микро-мире, в своем под названием «Улан-Де». Расширяйте границы, ездите, смотрите, учитесь, потому что только благодаря призме жизни в другом месте мы можем осознать и понять смысл вообще нашего здешнего бытия, потому что невозможно находиться в одном месте и почувствовать какую-то разницу. Желаю всем удачи, успехов, всех обнял. Я вас люблю, ребят, пока!